Мы много уже слышали из Слова Божьего, и мы еще прочтем одно место Священного Писания, это 14 глава Откровения, 14 глава 6 стиха. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившего небо и землю, и море, и источники, вот. Мне кажется, вот эта картина прям-таки подходит к нашему времени. Евангелие на всех языках, на речах, по радио передается. И я вот слушаю иногда христианские передачи, сможешь на казахском языке, сможешь на киргизском языке, проповедь Евангелия на всех языках, существующих на земле. Евангелие в переводе «Благая спасительная весть». Ну, удивительный человек, сколько Бог проявляет заботы о человеке, чтобы он не погиб. В первых дней его грехопадения до сего дня Бог применяет все усилия, чтобы спасти души людей. Ну, люди порой бывают абсолютно беспечные, абсолютно, ни о чем не думают. Иногда спросишь человека, ну, а ты о душе своей заботишься? Как твоя душе? Что там за чушь? Живу, пока живу. А там что будет? Вот такое равнодушие. Живу, пока живу. Но ведь Бог говорит, это не я говорю. Бог говорит, у человека есть душа бессмертная. Вот об этой душе ты должен и позаботиться прежде всего. А люди сначала заботятся о плотском. Поесть хорошо, попить, отдохнуть. Ой, как хорошо, а? Прежде всего заботятся о плотском. А о душе своей не заботятся. И Бог, вы знаете, даже со скорби смотреть на людей, они идут прямо-таки в бездну ада. И Бог не знает, что же делать с людьми. И наказывал он человечество. Наказывал? Первый мир был наказан потопом. Всех людей истребил Бог с ликоземли. И только через Ноя пошло новое поколение людей. Содом и Гоморру наказал. Истребил эти города. И другие методы Бог применяет. Ничего не действует на людей. Знаете, порой кажется, что животное умнее человека. Да, Бог иногда говорит, вол знает господина своего. Вы знаете, как животное привязывается к своему хозяину? Вол знает господина своего. Ну, а сел знает ясли, куда идти покушать-то. Он и то знает. А народ мой не знает меня, говорит Господь. Ведь Господь это говорит, ну, с таким вот чувством скорби. Что же вы, люди? Неужели вы хоть животных? А? Сколько же вас наказывают? И куда наказывают-то, а? И люди все-таки никак не могут понять. Никак. И вот мы живем в благодати. Когда Бог как-то больше проявляет любви к людям. Проявляет любовь. Евангелие звучит во весь мир. Остановитесь, люди. Есть Спаситель, данный нам. Христос, Един Посредний. Нет, изобретает. Святых угодников. Кого-нибудь еще изобретут. Помилуйте. Бог говорит, Един Спаситель. Нет, люди что-нибудь придумают. Бог говорит, не сотвори кумира, не начертай изображения, ничему не кланяйся. Я Бог. И мне поклонись как? В духе. Нет, люди начертают изображения, кланяйся. Я говорю, это идолопоклонство. Нет, говорит, не идолопоклонство. Ну, как же не идолопоклонство? Бог же запрещает это делать. Бог требует, чтобы Ему служили от сердца, как мы слышим, с радостью. Не перед мертвым ликом, а перед живым вечным Богом. Итак, дорогие, как бы мы находимся у последней стадии. И вот здесь ангел удивительно говорит, убойтесь кого? Бога. Не убойтесь деспотов, которые истребляют миллионы людей. А люди им воздают славу. Вот удивительно. Деспотам, которые уничтожают миллионы людей, им воздают славу. Не воздают? Воздают. А Богу вечному, который сотворил все и даровал тебе жизнь. Люди не воздают Богу славу. Не воздают. И поэтому звучит вот эти слова. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Да, Бог применяет все возможное во спасение каждого из нас. Почему же все-таки ангел предупреждает, что грядет час суда его? Значит, ангел все-таки знает, какой ужас будет этого суда. Так, грядет час суда. Те, которые пренебрегают зов любви Божьей, которые не хотят слушать Евангелие, которые не читают его, все-таки обязательно предстанут пред судом Божьим. Это будет ужасный момент в их жизни. Не вечно духу быть пренебрегаемыми людьми. Как вы знаете, Бог эти слова сказал перед потопом. Не вечно. Так, вероятно, он встанет, как владыка, и скажет, не вечно будет звучать Евангелие, и будет проявляться мое милосердие к людям. И вставший закроет что? Двери спасения. Закроет. И он знает наперед, что будет тогда. Тогда люди всколыхнутся. Вот удивительно. Когда все возможно есть, спасти. Люди не хотят. Когда Бог закроет двери, тогда люди всколыхнутся. И будут ходить от моря до моря. И будут стучать в двери. Но Бог скажет, я не знаю вас. Я вас звал, а вы не хотели слушать. Теперь вы зовете, а я не хочу вас слушать. Не хочу. Вот так, дорогие. Пока дивная благодать звучит в этом мире. Так же, дорогие, Бог хочет сказать, что никого не надо бояться, кроме Его. Да, много чего люди боятся. Но в одном месте Бог через пророка говорит, бойся только меня. Что ты боишься человека, который сегодня есть, а завтра его нет. А Бога вечного, в руке которого жизнь твоя, вот его ты боишься. Некоторые говорят, ну вот, надо трепетать Бога. Да. Ангелы трепещут. Ангелы боятся Бога. Даже ангелы падшие боятся Бога. Боятся. Как это написано? Бесы веруют и что? Трепещут. Они как вспомнят, насколько он могущественный Бог. Они затрепещут, зная, что страшный день грядет. Вечного осуждения и для них. Так вот, дорогие, ангел, который возвестил этот час суда, он знает глубину этого значения. Убойтесь Бога. Все, чего мы боимся по сравнению со страхом при лицом Божьем, ничего не стоит. Он творец всего сущего. Все им и для Него создано. Дорогие, до сего дня, уже две тысячи лет, Бог проявляет свою любовь через Господа нашего Иисуса Христа. Он является спасителем. Я уже приводил этот пример, как один очень солидный человек, одетый так шикарно, выхватил одного прямо-таки из-под колес транспорта, рискуя жизнью, и тот увидел, что он действительно вот-вот и был уже под колесами. Он как его благодарил? Я говорю, благодарю. Ты мой спаситель. Он говорит, ну что ж, я сделал это, любя тебя и рискуя своей жизнью. Прошло время. Спасенный сделал преступление, да? И сел на скамью подсудимых. И вдруг в судье он узнал кого? Спасителя, который когда-то его спас. И он сказал ему, спаси меня еще раз. Что ж он услышал? Тогда я был тебе спасителем, а сейчас я грозный судья. Вот так, дорогая душа, пока Господь спаситель, пока он не одел мантию грозного судьи. Используй этот момент. Используй, дорогая душа. Приди к Господу, и Он спасет тебя. Да, многие глумятся сейчас. Я говорю, а что, Бог меня не наказывает. Я вот и матерюсь, и ругаюсь, и в Бога, и в кого хочешь. И Бог меня не наказывает. Я говорю, не представляешь Бога таким жестоким. Он просто с печалью смотрит на тебя. Он видит, что ты жалкая игрушка в руках дьявола, омраченный умом, и ты поэтому так и поступаешь. Да, враг в душе омрачает умы, и люди делают всякое непотребство, хотя в душе сами порой и сознают, что это нехорошо, а все-таки делают. Почему? Да, рабы они, врага души, дьявола, который просто глумится над их жизнью. Как-то отец, молясь, верующий всегда молился со слезами. И дети говорят, папа, почему ты всегда вот плачешь? Я, говорит, боюсь, дети, за вашу судьбу. Я боюсь, чтобы враг не обманул вас и не втоптал жизнь вашу куда? В грязь, в это болото. Сколько в этом болоте греха барахтается людей? Сколько? Дорогие, и это действительно отец заботится о детях. А вы думаете, небесный отец не заботится? Он даже любит больше, чем земные родители. И поэтому он применяет все возможное, чтобы мы не погибли. Но все-таки люди демонстративно глумятся над Богом. Кто когда-то был верующим, отпал и попирает кровь завета, и дьявол того толкает на дно жизни, чтобы он оттуда более не поднялся. И, конечно, Богу вдвойне печально смотреть на такую душу, который был уже в ковчеге спасения и ушел снова в этот греховный мир погибели. Да. Недаром Слово Божие говорит, лучше бы им не познавать путей Господних. Лучше бы. Для них будет более ужасен суд. Более ужасен. Когда человек был в ковчеге спасения, вдруг ушел в этот греховный мир и погиб. Дорогая душа, запомни, день суда Господа грядет. Если не покаешься, Господь говорит, погибнешь, погибнешь, и не зачтется все твое, что ты жил когда-то благовея пред лицом Господа. Некоторые говорят, неужели я столько лет шел за Господом и только последние годы отпал, и Бог это не учтет? Нет, так и написано. И не зачтется ему прежние дни его, когда он шел за Господом в чистоте сердца. Вот только он упал, это будет ему вечное осуждение. Даже есть люди, которые сознают, что делающие такие дела достойны осуждения от Бога. Или как Слово Божие говорит, те, которые знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны осуждения. Но не только делает, а что делающие такие дела одобряют. Вот так ужасно. Есть люди, которые знают праведный суд Божий, знают. И печально, что не только сами отошли от страха перед Богом, но делающие такие страшные дела, они одобряют. Еще поощряют их делать беззаконие. Что значит убояться Бога? Смириться. Дорогая душа, не гордись. Ты пред Богом ничто. Я часто смотрю на этого бегающего мурашика и говорю, хочу задавлю тебя, хочу помилую. Вот так мы пред лицом Бога. Кто мы? Ну кто мы? И Господь говорит, бедный мураш, ну хочу и истреблю тебя с лика земли. Но Бог долго терпит, долго терпит. Может быть ты одумаешься, раскайся перед Ним, раскайся. Это значит, что ты действительно убоялся Бога. Раскаяние это мое выражение страха пред лицом Создателя. Послушаться Его Слово. Послушаться. Вы знаете, как приятно, когда дети слушаются одного Слова. не сто раз, когда мы ему сказали. Как-то я в проповеди сказал, да, родителям нужно большое терпение. Сто раз скажи, не слушается. Может быть на сто первый послушается. Мой внук сидел, он воспринял это. И вот когда мать ему раз сказала, другой раз сказал, а потом говорит, я уже тебе сто раз говорю. А ты сто первый скажи. О, как они хитро. То сейчас воспринимают. Вот порой грешник так думает, обязательно Бог ему должен говорить сто первый раз. Надо послушаться сразу. И это будет приятно Богу, когда Бог тебя зовет с путей греховных, чтобы ты пришел к Нему и раскаявшись принял спасение из рук Иисуса Христа. Он страдал за тебя. Он купил нам спасение, и он его дает всем приходящим к Нему. Человек, когда приходит к Богу, он обязательно воздает ему что? Славу. Славу обязательно, дорогие. Человек спасенный настолько радуется, что он всегда благодарит Господа. Если ты не имеешь радость спасения, у тебя и благодарности нет в устах воздать славу Богу. А вот когда действительно человек радуется своему спасению, он благодарит за все Господа. Возлюбить Господа как? Больше жизни. Так и написано. Возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и больше жизни. Вот такую любовь Господь требует от нас, потому что Он нас так возлюбил. Он отдал жизнь за нас. Вот это Его любовь. И также Он требует взаимности, чтобы мы возлюбили Его больше жизни. Итак, дорогая душа, ты хочешь видеть Бога как грозно в судью? А? Ты хочешь видеть так? Это печально. Тогда написано люди будут бежать от лика Господня, ища где бы упрятаться от него. Тогда вас запьет и что? Самый храбрый затрепещет. Это еще люди не знают и храбрятся. А когда настанет день суда, это будет день страшный для некоторых. Дорогая душа, чтобы это не было для тебя страшным днем, прийди к Господу, найди радость спасения, примирись с Ним через Господа Иисуса Христа, и тогда на суд не придешь. Не придешь. Суд будет для других, которые не захотели принять Господа, для них будет страшный день, а для тебя нет. Приди к Господу ради вечной его любви. Аминь. Ставшее поблагодарим его. Боже Диме, слово истины дивного Евангелия продолжает звучать в этом греховном мире. И все-таки есть сердца, которые отзываются на зов любви твоей приходят к тебе. Господи, мы молимся о тех, которые сегодня слышали это, что ты сам возгласил придите люди, покайтесь перед Богом, чтобы не предстать пред ним, как грозному судьей. Дай этим душам прийти к тебе, Господи, чтобы они сделали первый шаг, и ты готов побежать им навстречу, с радостью обнять и все простить. Такова твоя любовь к людям. Люди только несмысленны, и ты печалишься. Да будет милость твоя над нами, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!